Ранее был задан вопрос об обидах как вот с ними бороться как они вот тут возникают начинают бороться я вам расскажу как я с ними борюсь боролся какой там путь прошел постараюсь так кратко постараюсь это кратко рассказать некоторые называют ту году одно дело конечно прочитать то что ты до этого написал в раздумьях а другое дело вот так вот знаете без этого рассказывать обида обида возникает в первую очередь я так считаю то есть я сейчас буду рассказывать то что как я считаю возникает из-за незрелости человека человек не видит всю картину в целом и поэтому он от какого-то события ожидает чего-то там такого хорошего там приятного смысле а события разворачиваются так что все становится все становится неприятно и вот смотрите если мы с вами но вот на разберем вот этот случай с олина терапии и разберем его значит я написал эту книгу написал ее так как мне было интересно разобрать этот вопрос изложил изложил его по разному и так и сяк с научной точки зрения с народной точки зрения с древней точки зрения современной точки зрения с практической точки зрения как кто там понимал и так далее но мне интересно это так сделать вот труд кто-то его применил кто-то там его применил получил хороший эффект кто-то применил получил плохой там эффект вот и как бы сказать и винят меня винят меня а я значит вот я сделал такую работу и и и обижаюсь на них как винят я сделал такое я что-то вам рассказал все это и вот здесь вот это вот событие которое сложилось очень важно что вина начинает проистекать в результате какого-то события значит в результате события то что вы думали думали и то что получилось не соответствует и более того вас обвиняют вот так вот как меня в том что этот враг вредитель загубил столько там душ позвольте я это сделал рассказал об этой работе все моя задача и если я мыслю так что я рассказал и все а там уже дальше что вы хотите делаете как вы хотите делаете книг огромное количество понимаете если каждого автора обвинять в том что он написал а кто-то там сделал то это какой-то абсурд получается позвольте я сделал одно дело вы его применили так и и считаете что виноват я и вот исследовал этот вопрос с точки зрения я как автор я написал и вот рассказал вам что есть такая такая наука будем говорить потому что в народе это там слышали есть уринотерапия есть уринотерапия а что и как никто не знает а вот пожалуйста вот оно вот вы узнали а кто-то даже применил и далее опять таки а колумб америку открыл и научил людей курить табак а что колумб а что колумб колумб не виноват поэтому вот разбирая вот этот вот случай я тем более человек не знаком с содержанием моей книги о чем я там говорю ну просто-напросто где-то что-то слышал вот так оголтела меня обвиняет я на него не обижаюсь но я уже из подобных событий вынес такое решение если что-то конкретно было бы сказано что вот вы знаете вот то 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 сделал и вон стало там хуже там вот это вот как-то было бы конкретно а так в целом вот нету конкретики вот сколько было там каких-то обвинений мой адрес по вообще ведению здорового образа жизни но конкретики нету то ты дышишь там неправильно то еще там неправильно конкретно в чем неправильно скажите и вот когда нету конкретики которая бы заставила тебя ага вот смотрите события и тебе конкретно говорят что вот тут там допустим уринотерапия неприменима а я же тоже писал где там она применима где она там неприменима и вообще эта часть помимо всего прочего человек который желает исцелиться он должен поменять питание он должен поменять мышление он вообще должен измениться потому что он своими действиями так поставил себя в этой жизни что он заболел он сам себя поставил и он хочет только одной мочой все это дело перечеркнуть да не бывает так то же самое относится к медицине сейчас вывод делаем человек заболел пошел к врачу и думает что врач его исцелить да не будет такого симптомы могут снять да на какое-то время а дальше все вернется поэтому что тут обижаться но так как эти вещи были я просто-напросто таких людей которые без конкретики я их удаляю лишь бы кинуть какую-то предъяву лишь бы что-то там сказать не понимая ни сути дела ни предмета о котором они говорят а так так лишь бы лишь бы лишь бы далее допустим обида в отношениях с человеком ну вот полюбил девушку полюбил девушку вот такую вот 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 она такая такая тара тата там все глаза блестят как один говорит мой знакомый женщина любит ушами а мужчина любит глазами формы все там такое вот вот как бы это но потом когда ближе начинают знакомиться либо вообще еще до знакомства дело не дошло ты говоришь вот как как в песне там все-таки поет дай мне шанс показать себя шанса не дает показать а тебя отвергает как тут быть как тут быть вот твоя самооценка низкая ты там обижаешься на кого там обижаешься там на эту девушку на обижаешься еще там на кого-то еще там на кого-то обижайся на себя а вернее не обижайся на себя Или обижается человек на себя? Не надо на себя обижаться. Если ты чего-то хочешь, и у тебя пока это не получается, значит, что надо для этого сделать? Подумай, сядь спокойно по мысли, подумай, что для этого надо сделать для того, чтобы вот эта вот цель у тебя получилась, чтобы ты ее достиг. То есть обида – это просто, знаете, неправильное отношение к событию. Произошло событие, которое хочет тебе что-то показать, оно хочет тебя чему-то научить, а ты вот это вот все, знаете, не хочешь принимать, ты хочешь готовый результат. Как опять-таки мне говорила одна тетя, вынь да положь, а вынуть-то нечего, ложить-то еще нечего. В этом деле мне очень хорошо помог спорт. Вот я хотел быть мастером спорта по тяжелой атлетике, вообще там быть рекордсменом. Простой парнишка, там сколько, 15 лет, вот такой вот, ничего нету, никаких особых предпосылок. Как, что, ребята там поднимают, сразу пришли, что-то там поднимают, больше там на 10, на 20 килограмм, такие сильные, вес такие, сверстники твои. А ты как-то, что-то никак. Что для этого надо сделать? Ага. Для этого надо, значит, что, тренироваться надо? Надо. А если ты хочешь их превзойти, значит, надо тренироваться больше, чем они. Значит, уже надо проявить свои волевые качества в этом. Ага. Надо, значит, что там, чтобы ты восстанавливался? Надо есть. Значит, надо растянуть свой желудок, выпивать там, как вот я прочитал, Пауль Андерсон там, по 5-6 литров и более молока в день. И я выпивал. И пошло, 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 пошло. Ага, мастера выполнил, дальше. А что там еще дальше? Ага, надо то-то, то-то делать, как делают рекордсмены. И я начал делать. Ага. Ну там, прогресс пошел, пошел, пошел. А не обижайся, что ты такой слабый, что ты такой хилый. В конце концов, если теперь уже взять, что касается каких-то вещей. Вот я на машине, джипе Lexus 570, я его себе позволил, значит, в 63 года. То есть я позволил и себе купить эту машину, несмотря на то, что она дорогая, для меня это дорогой очень покупка. Вот. Подойти к тому, что заработать деньги на эту машину, набраться смелости, что еще ее купить. Деньги эти можно туда-сюда было потратить и ездить на ней. А можно было бы обижаться, смотрите, вот кто-то там поехал на такой машине, а ты не едешь почему-то. Вот он, наверное, наворовал, вот он, наверное, там наследство получил, вот он еще там как-то там на бирже там выиграл, или еще как-то что-то сделал. А вот ты ничего не можешь ни заработать, ни то, ни сего сделать. Обидно. Опять-таки, сядь и подумай, как это сделать. Вот я для этого, вот я честно и откровенно с вами разговариваю, когда более-менее я повзрослел и посмотрел на эту жизнь, лет мне было уже, когда я пошел работать, лет примерно 17, что ходить на производство и работать там по 6-8 часов ежедневно, когда мне это не нравится, когда мне захотелось, хотелось заниматься совсем иным, мне хотелось заниматься там спортом, мне хотелось заниматься самообразованием. А это какое-то тупое скотское существование, которое все общество приняло и считает, что так оно и должно быть. Я его не принял. И потому я один из всего города стал вот таким вот. Начал книжки писать, сейчас вот канал развиваю. То есть меня интересуют совершенно иные вопросы, а не, знаете, вот это такое тупое, бессмысленно существование. Я не могу так жить. И я встречал таких людей, такие люди есть, которые так и рассказывают. Я без этого, говорит, там, ну, в основном там качки. Если, говорит, не качаться, не иметь такое тело, я не мыслю себя, я лучше умру. Там Том Плац как раз рассказывает об этом. Это мотивирует там качков. А я хочу сказать, я не стал бы работать вот тупо, что-то там зарабатывать, там, деньги. И тем более какие-то там крохи. И, знаете, чем больше ты себя образовываешь, чем больше ты себя вкладываешь, тем ты ценнее становишься. И невольно, невольно начинаешь зарабатывать больше. Тебя начинают ценить. Поэтому что обижаться? Вот любая ситуация, которая вызывает у вас, вот я себя ловил, знаете, на чем? Что вызывает меня сначала? Раздражение и недовольство. А уже потом, если уж гнев там, от любого там вот это недовольство, обида там и прочее, прочее, прочее. Как только во мне я чувствую, поднимается, вот я чем-то, кем-то недоволен, а недоволен в основном близкими своими, женой, родителями, детьми, друзьями и так далее и тому подобное там. Редко там партнерами, вот те, с которыми ты сталкиваешься. Вот, как только возникает вот это чувство недовольства, раздражения, я сразу ловлю себя. Уже я научился вот так вот, как я вам рассказываю про диагностику, самодиагностика, на психологическом уровне. Я специально для себя изучил психологию по-своему, для того, чтобы разобраться в себе и понять. Так вот, как только возникает вот это чувство недовольства, раздражения, так сразу я стоп. А почему я недоволен там вот этим человеком? Почему я этим недоволен? Что такое? Где? Как? Что? И начинаю разбираться, что вызвало во мне это недовольство. Этот ли человек плохой? Либо он нащупал то, что во мне несовершенно, и вот этими действиями своими спровоцировал его. Так это мой учитель, к нему надо хорошо отнестись, отнестись с пониманием, разобраться в себе. Разобраться в себе. И когда ты разберешься в себе, вот все духовное совершенство, оно должно быть осознанным, чтобы вы понимали, что вы делаете, куда вы растете. Если все вам становилось как-то ясным и понятным, тогда это будет настоящий духовный рост. И тогда энергия придет, силы придут, и возможности придут. А так если придут силы, возможности и энергии, а вы как-то ее даром получили, не знаете. И сразу же куда-то направите в такое направление, что она может вас убить. Это так к слову. И я начинаю в себе вот копаться, раз, 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 покопался, разобрался. Ага, да это во мне такое есть. И этот человек после вот этого события перестает меня волновать. Он перестает меня волновать. Случай, даже два случая. В свое время, когда книжки мои шли хорошо, 90-е годы, я дважды занял по 10 тысяч долларов. А вернее как, первый раз отдал своему знакомому, чтобы он машину мне там пригнал. Он эту машину купил для себя, чтобы на эти деньги, значит, купить машину, продать ее, а потом мне, то есть подзаработать там на них. А не то, что мне. Ну и когда гнал ее, перевернулся там, разбил и все у него так вот пошло. Ну и что делать? Вот что делать? Не давать денег вперед. Такой вот, будем говорить, мысль. Вперед денег не давайте. Если вы решили кому-то дать, просто дайте. Но не занимайте и не ждите потом, что он что-то вам отдаст. Это первый случай. Второй. Опять-таки 10 тысяч долларов. Пришел там друг, куда-то там встрял с бандитами. 90-е годы. Вот так и так надо, мол, откупиться, дай мне деньги, я тебе отдам, квартиру продам. И та-та-та-та. Я ему дал. Ну, с детства вырослишь. Все. Поэтому ни слуха, ни духа. После там начал я его там одеть, что ж как. И до меня дошло. Это тут он разжалобил меня. Взял и это. Короче, свои там дела там сделать. И все. Что мне делать? Обижаться на него? Не обижаться на него? Все. Опять-таки. В долг, значит, никак там не давать. Деньги. С этим человеком дальше, знаете, вот. Можно там, ага, было там, опять как-то там ему мстить или еще что-то делать. То есть вот эта вот ситуация, она дальше потянется, потянется. Либо ее просто рубануть. Все. Был друг, нету друга. Все. И на этом успокоиться. Трудно, но тем не менее можно это сделать. Точно так же и с издателем сложилось у меня. Издатель тут ко мне приперся там. Мои книги печатал. Все вроде нормально. И сам поднимается. И мне гонорары платят. А потом только раз куда-то там встал, вляпался. На мои деньги живет. За счет моих книг они продаются. А мне нет гонорара. Как быть? Опять-таки спокойно ко всему этому. Значит договора должны быть хорошо подписаны. Все должно быть там прописано. Все должно быть там указано. Что, что и как. Это так уж это самое. Поэтому обида есть следствие нашей незрелости. Когда человек становится более зрелым, он понимает этого человека. Да, он просто находится на своей ступени этого развития. И он вот так вот поступает по отношению к тебе, пытается там что-то обмануть тебя, что-то на тебе поймать, что-то там сделать. Значит, он тебе вообще-то не достоин. И нечего с ним общаться. И это хорошо, что он себя показал. И радуйся этому. Все. И вот я когда стал так относиться, либо если ты что-то хочешь получить, надо проявить терпение, надо проявить знание, надо проявить вот это все для того, чтобы этого достичь. Чтобы прошло какое-то время, и тогда ты стал мастером спорта, тогда ты купил там Лексус себе, тогда ты построил там дом, тогда ты, значит, показал там женщине, что ты это любишь, детям, что ты папа там хороший. Тогда это совсем другое, а не просто там как-то. И вот так вот у меня возникло такое интересное спокойствие. Даже если тебя побьют, значит так и надо было. Ты не знаешь всех вот этих вот ситуаций, которые вокруг тебя творятся, и поэтому можно посчитать, что это несправедливо. Но без воли Господа ни один волосок с твоей головы не упадет. А если упал, а если тебе фингал посадили, значит что-то такое было сделано. И вот-вот живешь, вот-вот, вот так вот, будем говорить, вот тут-то возникает такое понятие, как страх Божий. Не просто, ага, живите в страхе Божьем, а ты понимаешь осознанно. Ты начинаешь осознанно взаимодействовать с окружающим пространством, с людьми, с природой. И тогда живешь. И живешь как-то вот более-менее, не хочу сказать, что богато, но нормально по человечеству. И считаешь, что вот тут все правда. Если ты чем-то недоволен, есть горе, несправедливость, значит возьми и работай. А если ты не работаешь, ты все это принял, значит ты достоин того, чего сейчас имеешь. Вот вся моя правда, вся моя философия, вот весь я сам, ничего не скрывая, вот вам выложил. Кстати, сейчас буду писать видос про машину. Что я с ней делаю? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok